Территория под названием История, но я себе это смущал один факт. Это человек, который пишет не об истории, а о будущем. Ну давайте я сразу признаюсь, кто это, или вы его сразу признали, конечно, Дмитрий Глуховский. Здравствуйте, здравствуйте. Дмитрий, у нас специалист, хотя перешел на другие жанры, я уже вижу, как писатель, прославился своими антиутопиями. Антиутопия — это все время о будущем, о будущем, о будущем. Ну, можно, конечно, найти кое-что прошлого в этих антиутопиях. Это сегодняшний день, который становится самым прошлым. Но, тем не менее, мы вынуждены просто в силу тематики нашей программы поговорить о прошлом тоже. Но антиутопию мы не забудем. А может ли быть антиутопия в истории, обращенная в прошлое? Вы знаете, как? Ну, вообще, есть употребление. Утопия — это описание какого-то идеального, казалось бы, общественного государственного устройства. Оно может быть отвлечено, отвлечено в другую какую-то точку на земле, часто не существующего, собственно, как остров утопии, да? Или в перенесенном в будущее. Я думаю, что утопическое... Утопия бывает помещена в прошлое. Вот, например, то, чем занимается сейчас отечественное телевидение, показывая Брежневские годы, это утопия. Ну, и сталинский немножко сложно, как совсем уж обелять. Но, скажем так, застойный СССР, видим, с которым себя нынешнее руководство Российской Федерации соотносит каким-то образом, или хотел бы имиджево соотносить, на которые пришлось годы его молодости активной, творческой и рабочей, где все было только впереди. Это они, значит, переносят, размещают какую-то утопию в этих 80-х, 70-х, 60-х и 50-х годах, да? Интересно, что вы сюда не записываете сталинские годы, ну, самого Сталина хотя бы. Это же тоже вот этот вот современный, сегодняшний Сталин, как он присутствует в нашем обществе, это тоже такой утопический образ, такого эффективного менеджера, победителя, так и так далее, и так далее. А вот те, кто сегодня осмеливаются говорить, вспоминать репрессии, да, и так далее, и тому подобное, разные взгляды, как мы сейчас вот выяснили в последнее время довольно активно обсуждается война, да, Вторая мировая и Великое Отечественное. Вот там тоже фактически утопия, и я, по-моему, себе это испытал, там, по поводу вот журнала-билетант, когда там обвиняют на том, то есть меня обвиняют в антиутопии. Вы очерняете? Очерняю. Очерняйте, главное, наши прошлые. Очерняйте, это есть антиутопия. Да, 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 но, слушайте, разумеется, просто всегда является, как вы прекрасно знаете, поводом самых оживленных политических баталий, не только в нашей стране, но и везде. Прошлое – это источник политической легитимации для любого поколения, в особенности авторитарных руководителей, но не только авторитарных. Трамп обещает сделать Америку снова великой, как она когда-то была великой, да? Адресуется, опять же, ностальгическим воспоминаниям о молодости людей старшего и среднестаршего возраста, потерявших работу и боящихся смотреть в будущее. Потому что будущее для молодых, прошлое для людей, которые, там, 40 лет перешагнули, они, разумеется, неизбежны в силу биологических причин и личностных, они все время думают о том, что было, когда им было, там, в районе 20. Но, с другой стороны, у меня, да не только у меня, там, человеком совсем уж пожилого, да? Ну, ладно, но и у людей помоложе, да и у молодых, у них же нет никакого другого опыта, кроме прошлого. И просто это не является их опытом, с другой стороны, понимаете? Но мы, скажем так, мы с вами замкнуты в прошлом в силу того, что люди, находящиеся во власти, так и не нашли себе смену и не хотят себе искать смену, потому что тот наркотик, на котором они сидят, и я говорю ни про какие порошки, на которых никто из них, скорее всего, не сидит. Которые подкинули. Которые подкинули, как мы знаем, да. А я говорю про власти, конечно же, да, которые они употребляют, это внутривенно. Все эти люди ни в коем случае в будущее не хотят, потому что их там ничего не ждет. Там нет места для этих людей, и они нас с вами туда не пускают. Поэтому, значит, они нас, образом будущего, они сами этого будущего боятся, и нас в будущем пугают, в особенности, ну, там, при медведеве, который был молодой, и которому хотелось в будущее попасть. Путин не совершенно в будущее попасть, разумеется, не хочет. Дим, ну, смотри, что называть в будущем. И в будущем рисуется антиутопическое этими людьми, да, показывать сценарий, которые не должны осуществиться, чтобы мы в будущем не торопились, чтобы мы задержались в этом благостном текущем моменте бесконечной. А просто, при этом, разумеется, является предметом конструирования, потому что к нему адресуются. Хотите, чтобы было снова так, как тогда, вот, ну, и показываются различные, скорее, утопические, чем антиутопические сценарии, мне кажется, существует еще одно явление, связанное вот с обращением к прошлому. У нас очень многие люди, я не знаю, насколько это правильно или неправильно, насколько это вообще нужно или не нужно, но, тем не менее, есть запрос в обществе на некую, если хотите, программу построения коммунизма, да, не коммунизма конкретно, а все хотят, а что будет, а вот давайте составим программу вообще движения в будущее, да. И, мне кажется, поскольку наша власть, да и общество, мне кажется, к этому не всегда расположено, и мы не можем нарисовать тот идеал, да, или тот пунктик, да, вот на этом маршруте, к которому мы стремимся, то сами не можем это поделить, начинаем его искать в прошлом. Вот тогда у нас было хорошо, вот давайте мы это оттуда из прошлого перенесем сюда и к этому будем стремиться. Ну, как мы видим, это не только мы этим грешим, да, и все страны с имперским прошлым этим грешат. И, то есть, мы видим ситуацию с Брекситом и Борисом Джонсоном, который в итоге все-таки переломился внутреннее сопротивление, и вернул, если не доминацию мировую, да, Великобритания, по крайней мере, независимость от каких-то национальных структур, где она совсем терялась и субъектность уже с точки зрения британцев. То же самое происходит с Трампом. Вообще, все ценовые пришествия популистов, там, от Орбана до Качинского, Качинского, до, ну, скажите, нашего никуда не девающегося Владимира Владимировича, значит, Ясно-Солнышко, и до, соответственно, страны, ну, Которого Трампа упоминали. Все это, по большому счету, поколение людей, напуганных в будущем, напуганных... Образов lift еще не напуганных в будущем, да? Они представляют интересы людей, которые напуганы будущим. Они представляют интересы людей, которых чрезмерно быстро изменяющийся, глобализирующийся мир, изменяемы технологиями коммуникации, в том числе, и скоро уже, там, искусственным интеллектом роботизации, люди боятся этого будущего. Кто-то, как, там, сотрудники, там, работники промышленности, например, там, определенный тяжелые, техни during他 и так далее, просто теряют свои рабочие места, да? Из-за того, что глобализируется, там, производство, там, соответственно, XML, совмещается в страны, где наиболее эффективно его осуществлять, или теряет работа есть главные то не можете представить что будет дальше что будет в мире там не знаю где убер роботизирует угол перевозки 3 миллиона американских грузоводителей грузовиков работа чтобы передать и и есть целое поколение популистов которые именно в этом мире непредсказуемым бурлящим которые из-под многих выдергивает просто палац из-под ног значит так далее предлагает ясно картину из прошлого вернемся туда где все было понятно давайте вернемся в том числе консервативным каким-то устоям мальчики сомбут мальчиками девочки снова будет девочками значит у нас будет семья в конституции кстати собираемся прописать что это не любые два родителя только мамы и папы мамы тетенька папа нужно должен быть дяденька как будто конституция это ничем то есть не что-то изменить ну да как будто как и суд это что-то что на страницу что-то значило повлиять на людей это заклинание такое как бы солнце там или грома понимаете но также как совместительную бушам они жмонизм чистой воды да мы сейчас где пропишем священописание что это вот так это вот это не будет так разумеется ну компетической реальности на совершенно другая и никаким образом с целлулозой на котором печатная такая естественная реакция человека и человечества теперь уже да вот такой страх перед неизвестность боятся люди чувствующее угрозу для себя это что молодые никогда не боится неизвестностью для молодых в неизвестности и смещение их собственной жизни они не на еще свое место они в не известность отправляются чтобы себя обрести чтобы тем-то стать состояться добыть себе что то там постарта какой-то завоевать не знаю там ну построить свою жизнь именно в этом океане здесь жизненях люди которые потому что построили тем образом собрали из обломка кораблекрушения каждый шалашек в нем живут они очень очень тяжело Будет это состояние личное в 200 миллиардов долларов, распиханное павшором, или просто гараж, ракушка и автомобиль, там, лада, восьмерка, люди этим дорожат и боятся это растерять. И когда мир вдруг теряет какую-то четкость своих очертаний, становится зыбким, эти люди цепляются за что угодно, говорят, не надо, не надо в будущем, мы боимся будущего. Эти люди боятся будущего, потому что в будущем можно забрать то, что у них есть. По поводу зыбкости мира, мы так будем идти, ассоциативно. По поводу зыбкости мира, ну, это многие так считают, что мир был намного более стабилен и прочен даже. Нет, даже в двух его значениях, да, когда он, конечно, не на трех китах, а на двух, на двух, на двух полюсах, на двух вот этих сражающихся конфликтующих между собой, вот этих системах, там, ну, грубо, социализм, капитализм, да. После того, как социализм, фактически, раз, социалистическая, все распалась и осталось это, вот тут все и зашаталось. Вот, ну, я не думаю, что вообще возможно возвратся к старому, к прежнему, вот к этому состоянию. Ну, к чему-то похожему, у меня такое впечатление, что мы, я имею в виду Россия, сейчас пытаемся, вот, пытаемся наладить что-то похожее на прошлое. Потому что, мы имитируем, мы имитируем прошлое, мы имитируем, используя набор символов. Но мы фактически, ни в коем случае, Советский Союз все-таки был патерналистским государством, где государственный аппарат каким-то образом пытался что-то гарантировать населению. И социальный контракт заключался в том, что у человека были гарантированы его, там, медицинские необходимости, в принципе, так или иначе, пока система не дала сбой из-за перенапряжения советской экономики всей войны в Афганистане и там, вот, последующими санкциями, чеку были гарантированы какие-то материальные блага, да, там надо было стоять в 15 лет в очередь за квартиру и 10 лет в очередь за машиной. Но, тем не менее, ты примерно знал, что тебя ждет в жизни, и это тебе было гарантировано. У тебя не было возможности вырваться, была уравниловка, но, в общем, были гарантии. И, ну, я как человек, живший в разных европейских странах, могу сказать, что система социальной гарантии, она работает до сих пор. Во Франции, например, люди готовы, там, 35 часов в неделю, не знаю, может быть, сейчас этот закон чуть-чуть поменялся, и понимая, что если они будут больше налоги будут такими, что они, значит, ну, пожалеют, потому что перерабатывают, не перерабатывая, не особенно много получая, им хватает на хлеб с маслом, и раз в год они уезжают куда-то отдыхать, и через какое-то время вот эта система гарантия, она начинает человека демотивировать от того, чтобы вообще пытаться что-то достичь. То есть стабильность, люди готовы принять отсутствие особенной какой-то свободы или отсутствие возможности прорваться вперед, а чего-то достичь, добиться, люди, в принципе, готовы поменять на стабильности на гарантии. И у нас это тоже было. Сейчас государство совершенно не социально. Пенсию отобрали, сейчас возраст выхода на пенсию, я думаю, что фактически он выше, чем возраст средней смертности, хотя там какая-то возможная была манипуляция с цифрами, чтобы это свести концы с концами, но я думаю, что одно под другое было подведено специально. Как мужики, я думаю, что умерли там 60 лет в среднем, так они и продолжают умирать от стресса, плохого алкоголя, онкология и так далее. Там достаточно выход за пределы МКАДа или ЦКАДа, и посмотреть возраст на кладбище, на этих бетонных стеллах, на которых людей хватает как раз денег. Государство не социально, поэтому символически мы адресуемся к каким-то реперным точкам из прошлого. Победа, ну их не так много на самом деле. Те, которые бы были универсальны для всех, которые нас всех бы объединяли, и которые был бы совсем уж, ну, не коммульфово критиковать. За что прикрыли телеканал Дождь, забрали его из сетки эфирного вещания, замахнулся на блокаду, сомнился, значит... Ну мне не расскажу. Вот, да, собственно, да, но не все, кто-то народился и зрителям тебя, после того, как Дождь уже, прекратил совещание в кабеле, да, я стал столько интернет. Вот, собственно, так. Поэтому на самом деле мы не только имитируем вот этот советский как бы оргазм, фактически его не испытывая. Понимаете? Да, смотрите, да, но тем не менее, я вообще не вижу объективных причин после, там, 91-92 года, после смены общественной экономической формации, как у нас раньше говорили, да, в России, я не вижу причин, например, вот, ренессанс, вот этого возрождения, вот этого противостояния с Западом. Чего вдруг? Ну... Чего вдруг? То есть, возродили же вот эту ситуацию, вот мы против НАТО, да, конечно, вот НАТО угроза. Но, если бы Бога не было, я бы своего выдумать, если бы не было США, надо было поступить бы, соответственно, образ внешнего врага и образ внутреннего врага, это незаменимые инструменты политики любого авторитарного режима. Точно так же, как мы сейчас клеймим либералов на Западе этим занимался Геббельс в нацистской Германии в 30-е годы. Ровно теми же словами, тоже рассказывая про происки либералов, ну, хорошо, что у нас, как мы еще, прибирая инструментарии внутренней политики, мы еще не прибегли, не вернулись к старству ансимитизму. Я думаю, что это будет, ну, сейчас мы же опробовали в роли врага, внутри у него, значит, вшивых либеральных интеллигентов мы опробовали, противопоставив их Уралвагонзаводу. Я думаю, что где-то впереди, когда исчерпаются все остальные инструменты, борьба с мополитизмом, мессионизмом, да, политизмом, да, где-то там, слава богу, Сосвалиберализм, слава богу, я очень путем каким-то личным причинам считаю, что ему интереснее сотрудничество мировым юристом, чем ему противостоять. Может быть, здесь и китричный сентиментальность истории или просто дружба, просто, мне кажется, он такой, ну, да, сентиментальный человек. Да, вот, смотрите, какая была эскапада против, там, пульского этого посла, там, да, 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 но нет ощущения при этом искренности слов, которые он приносит политика. Да, политика, да, и он решил, что, он как сам выходец из секретного ордена, решил, что с этим другим, значит, секретным орденом, как это воспринимает, это мировым мировым еврейским масонством, лучше, как бы взаимодействовать на лайте, активное сотрудничество, как он наладил эффективно сотрудничество с другими разведками будущих поселковцев. Ну, да, я думаю, что действительно, вот, как вы делали, победа, ну, и, пожалуй, еще Гагарин, да, я имею в виду, пожалуйста, раз-два, да, такие опорные точки, да, в 20 веке. Больше точек нету, побед у нас не так много, к которым можно было бы обращаться, и которые бы вызывали какой-то однозначный резонанс. Ну, мы пытаемся зачеркнуть поражение, да, мы пытаемся, вот, опять же, польская история, это что-то, сентябрь 1939 года, мы же пытаемся зачеркнуть, да, мы пытаемся, пакт стал из позорного, стал дипломатическим триумфом, а Польшу, оказывается, правильно разделили, потому что это вообще не страна, а черт что, и посол у них антисемит, да, в Германии, ну, примерно такая же, да, у нас, ну, и так далее. Ну, поскольку, как бы, ну, это же такая ловушка, потому что для, ну, потому что власть чертает, собственно, легитимность, легитимацию в прошлом, да, как бы, говоря, что мы наследники вот этого великого того, что есть. Это, естественно, империя, это из-за того, что мы страна, построена не на гражданском самосознании, не на gold участие граждан в определении политического будущего, а мы страна подданных, где предлагается некий образ грандиозного нацпроекта, да, вот вы говорите, куда мы идем, это все тоже наследие нашего имперского прошлого. У нас был какой-то образ, мы строили коммунизм, как вы правильно сказали И ради этой великой цели люди, опять же, со стабильностью великой цели, от многого готовы отказаться В частности, от свободы И мы не единственный пример страны или народа, который отказывается и не без удовольствия от свободы Потому что свободу предполагает ответственность и несет в себе неизвестность Выбор И выбор, да, то есть людям проще вписаться в структуру, где за них решено Если им предлагается участие в чем-то, что их маленькая бессмысленная жизнь вдруг наделят каким-то громадным смыслом Готовыми ответами на все вопросы, которые у них есть, фактически Это смысл жизни еще, вот что очень важно Зачем ты страдаешь? Ты страдаешь для того, чтобы твои там дети И в этом есть какая-то красивая такая обреченность Зато мои дети будут жить лучше Типа я вот грудью над зод, или я там по поезд в грязи, в жидкой строю Беломорканал В мерзлой, значит, этой почве или там, не знаю, там Воркуте Или на Колыме, как у Шаламова, да, там рву динамитом овечную мерзлоту Для того, чтобы, ну, для того, чтобы те, кто добровольно это сделал, да, остальных не спрашивали И люди готовы вот на этот образ много променять А это что? Это такая наша, я имею в виду, российская традиция Это какой-то вот культурный, в данном случае, цивилизационный ген, который вырос здесь Или это, вы считаете, что это общечеловеческое? Это общечеловеческое, и мы видим примеры совершенно идентичных этнических, культурных, религиозных, национальных общностей Ну, там, Северо-Нижней Кореи Где можно одно предложить, а людям можно другое предложить Люди способны увлечься и свободой, и индивидуализмом Ну, Гонконг и Китай, например, да? Гонконг, Тайвань, да, например, да Где китайцы себя ведут, в принципе, как совершенно западные люди Там поколение спустя И забыли про все приоритеты традиционной конфуцианской и коммунистической, конфуцианской коммунистической китайской морали Что коллектив является всегда в приоритете Что люди не должны ни в коем случае свой личный интерес навязывать другим и так далее И Китай, в принципе, после Дэн Сяопин, это достаточно индивидуализированное общество Не в такой степени, как Тайвань и Гонконг, допустим, да, которые совершенно рестернизировались за это время Но, тем не менее, человек, повторюсь, для него есть два вот этих модуса Вивенди и операнди Если по вашим словам, если я вас правильно понял, это происходит сразу То есть там, я не знаю, условно говоря, ну, Дэн Сяопин пришел Нет, не сразу происходит, это меняется поколение по степени Это меняется поколение, меняется вот тот самый Ген, назовете его как угодно, да Потому что, чем вы тогда объясните, что вот Россия получила со всеми оговорками В 91-92 году свободу, конституцию, ну и так далее, и так далее, демократию, выборы А до сих пор еще общество, не говоря, ну, власть этим пользуется Но общество, давайте признаемся, ностальгирует по несвободе, по простым решениям, по жизни в тоталитарно-авторитарном обществе Я думаю, что общество не ностальгирует по несвободе Общество ностальгирует по социальным гарантиям Те люди, которые себя нашли в условиях относительно экономической свободы, то есть политической свободы у нас, разумеется, не было ни разу за это время, мы с вами являлись предметом манипуляции в какой-то степени, но в какой-то момент было решено, довольно быстро, я думаю, что практически сразу, что этим людям нельзя доверять нам с вами, то есть нельзя доверять действительно право выбора до страны, потому что мы дикие, потому что мы немедленно выберем фашистов, или наоборот, мы пойдем опять штурмом на Смольный и всех повышвыриваем, и люди будут висеть на фонарях, и мы здесь устроим какую-то анархию и друг друга переживем. Поэтому давайте нам ничего не доверять, никакой свободы не доверять, все выборы у нас будут имитацией, как бы, и по дичиням и время ритуалам, потому что ничего другого мы не заслуживаем. Но люди не поэтому ностальгируют, люди не ностальгируют по отсутствию свободы, люди ностальгируют, потому что они воспринимают как порядок, часто это очень сильно мифологизировано, потому что просто общество было гораздо менее прозрачным, и весь этот бардак, который происходил в послевоенные годы, я уверен, с огромным количеством насильственных преступлений, разумеется, когда у тебя с посттравматическим циндромом миллиона людей возвращаются и с оружием, еще в руках с войны, пока все это оружие уйдет опять, как бы, к милиции, я уверен, что там количество и сексуальных преступлений, и насильственных преступлений, и убийств, и так далее, и после войны года было совершенно невероятным, я уверен в этом. Но мы, разумеется, об этом ничего не знаем. Но так не может быть иначе, да, при всесиле даже, там, не знаю, там, НКВД, все равно невозможно, чтобы такое количество равнерных людей просто взяли вернулись к мирной жизни. Разумеется, они весь этот ужас, который они прожили, они продолжат, через какое-то время еще приносить в свою обычную жизнь. Ну да, но, ну, смотрите, все равно, вот такая типичная позиция современного человека, мне кажется, я знаю, что это очень неприлично для журналиста ссылаться на разговор с таксистом, это самый такой распространенный. Вообще не стороном. А вот люди говорят, да, вот люди говорят, ну, тем не менее, придется, чтобы не соврать, это было действительно с таксистом, да, в Петербурге проезжаемые почему-то, он молчал, молчал, молодой парень, причем, он молчал, молчал, почему-то его разговорил в Дворцовую площадь. Когда мы в нее проезжали, то на Невские выезжали, он вдруг заговорил, видимо, не знаю, видимо, это вот имперскость вот этого места, она, видимо, повлияла, он говорит, и вдруг понес, значит, власть современную со страшной силой. Ты вот, ну, все, весь набор такой довольно примитивный, там, коррупция, ну, и так далее, и тому подобное. И, естественно, заключительная фраза, Сталина на них нет. Да? То есть это подтверждает, только вы считаете, не ностальгию по советским временам, а ностальгию по порядку. Ностальгию по порядку, это прежде всего речь идет о том, что человек в жизни не устроен, он не может найти свою нишу. За таких миллион, да? Практически все, в отсутствие социальных лифтов, конечно же, абсолютно большинство людей не имеет никакой возможности что-то добиться в жизни. Фрустрированы. И дальше еще, ну, и при этом, конечно, малограмотные, потому что все, чем занимается власть, это оболванивание. Ну, как бы, надо максимально дезинформировать людей, нарушить понимание причин следственных связей, подменить их магическим мышлением. Если у тебя есть цепочка причин следственных связей, давайте мы с А, переклимем сразу на З и объясним, что все не так. Чтобы люди ни в коем случае не могли понять, как реально управляется страна, какой форме компетентности людей, которые управляют страной, почему так получилось, и в чем степень ответственности простых людей. С связи с тем, что он по уши в дерьме. Если бы он мог понять, то, но, проще, конечно, объяснять, что это там, мировой заговор, что это Америка, что это НАТО, это Гомосейки, что-то еще, что-то еще, что-то все, ну, как бы, вот, вот такая ситуация, поэтому, что ты сидишь в дерьме, извини. И он понимает, может быть, что где-то здесь его накалывает, мягко говоря, да, но, но, но весь инструментарий, анализы, которые могут быть, и надо решить, не может решить, но, что весь инструментарий, который на операцию, это все равно либо Пригожинский, как были бы Газпромовские, либо Квальчаки, либо еще что-то, все как бы, не знаю чтобы об этом говорить он буквально не знаю чтобы их в эти слова вписывать понимаете у них нет инструмента для анализа он просто потерян поэтому на них нет то что иметь ввиду что у него уже ничего не то что бардак и что воруют когда есть как я как раз сегодня там со студентами встречался утром как раз вспоминали мои стоит это чистая история помните же декабристы декабря 25 года помните лозунг солдат я пропустил кино это я пропал лозунг солдат за константина за константина и его жену конституции знаете что может это миф и никто не то есть кто его это уже никто не знает миф или нет да ведь есть такая версия что они считали поскольку они не знали посмотрите за уехал туда в польшу охотиться непонятный у него convey где они будучи конституция не знали этого слова д 중국е это именно т.н. не знает слово конституция . учитывая какое прекрасное случае способа не служили в 1торое так и скажем наверное да но какой у них шанс вообще интернет очень работал плохо работала вести честно кругами подвисал third на самом деле конечно про то почему в мире где вас доступна любая информация люди продолжают выбирать какую-то ущербную информацию новая а здесь как бы речь и опять же возвращаемся к тому как происходит эмоционально конструирование то есть для власти очень важно создать правильный какой-то национальный конструкт на узкой условно говоря людей до заставить их вот это любить вот это ненавидеть вот сюда канализировать гнев и тогда люди сами будут разумеется тип обладая свободой воли они будут в своих вот этих телефонах или планшетах искать ту информацию которая подходит к их картине мира например конспирологическая например что хорошие две тела и да вот у нас а мы значит у нас здесь этот щит и меч как бы противостоит рептилоидом это много чего там и что фбр взорвало ли цару взорвало башни это масса есть на луне но ни одна из этих теорий конспирологических не получал бы такое подтверждение если бы они подавку это важный национальный центр человека да вот а вы его где-то если с вами хочу поспорить а вы его отрицаете вы отрицаете у наших людей сегодняшних он будет хорошо а с вами соглашуся могут более старших поколений ностальгий по советскому потому что сусе я даже советское время да я я сейчас не понимаю почему то можно насталировать но если мы сегодняшнюю но не оппозицию оппозиция слишком политизированное слово людей недовольных посреди людей недовольных сегодняшней власти проведете я думаю такой объективный и более или менее точный честный мы как мне начинать свой из нас эти выборы были честнее чем прошлый вот повышать сейчас вы получаете сути ну неважно придет честный опрос или да то вы поймете что среди этих недовольных многие хотят не вот этот вот либерализм или западничество или чего там как-то давать не вместе с этой пятой колонны хотят назад туда в советский союз им там больше нравится чем сегодня им также как и многим другим это будущее неведомо вот это либеральная или какой там еще и не нравится советский союз играется советская они забыли обо всем плохого не помню обо всем хорошем чё там якобы было бы наверно что-то в новом отношении к советскому союз это они на столь кирт опять же по набору символов и каких-то эмоциональных и якорей понимаете вот вот гагарин красный флаг матрешка олимпийские костюмы то есть на все ссср у них вот есть какой-то там вот это не знаю там мороженый пломбир в принципе потребительская экономика все эти вещи уже синтезировала или предлагает и все то же самое и я даже думаю что люди уже наелись этим всем этими референсами и повторюсь здесь ностальгия идет по имперскому величию по ощущению того что ты по крайней мере тогда принадлежал каком-то гигантскому проекту который осмыслил твою жизнь да ты был никто ты был значит я могу могли себе любую секунду подкованным значит каблуком сапога в топтать в дерьмо но при этом ты как бы принадлежал в обществе свободном либеральном нет никакого гигантского проекта вот мне кажется за этого он всем нужен люди с таким восхищением следят за иваном маском потому что это единственный человек большому счету на западе из поп фигур который предлагает какие-то грандиозные но снова проекты но потом любой человек так иначе тоскуют потому что это надо дает ответ нерелигиозный на тему на вопрос бессмысленности в жизни это тебе дает возможность участвовать в чем-то что больше тебя и что будет после тебя ну вот и любой человек испытывает потребность разумеется в этом и советском союзе был этот проект он был завиральный он был низ 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 с быточные этой голени 2 1 но тем не менее как противоположие против противоречие пути ш dirkite люди не могут утренемон Especially подачи и планирует gonna «тое собаки» демотивирован у nível все это так Bueno WHAT два Kathy Abdck протарнал возможен долгосрочная druid стать 그러�бой как бы капиталист scenario habla только потому что онocal рассчитывает особенно все вместе статики ты работаешь для себя то ведь твоя жизнь улучшается пишет очень укаждается поэтому со split American например Kopforbには потому что сделать однозначной ставку на плане애 ещё чем тем не менее при дачу корнелхита г layered стилистической вы поэтому людей страдают по ощущению о грандиозности по принадлежности к империи потому что боялись боялись уважали по ощущению уважения к себе как гражданину тот и грандиозной махины поэтому люди тоскуют по совку по этой части совка плюс по ошибочному часто мнению то что были какие социальные гарантии то что меценской обслуживание может на уровне ческого блокей но она на уровне там серьезно хирургии или прорывов медицине разумеется доступных там теоретически людям не окей совершенно медицина была не передавая и никаких особенности не было и никаких открытий не не совершалось особенных со времен если там пирогов может быть или внедрение барками 80 смотришь ну да но я не могу сказать она сильно улучшилась сегодня но я веду отечественной медицине не стали настоящее свободно сна что она мы стали лучше потому что все-таки у нас какие-то отношения вот уже технологии можно купать хотя бы того в той же европе этой же америке но поэтому люди возможно тоскую плюс разумеется когда ты используешь весь телек то есть всю мощь достаточно разнообразных в реварирующихся пропагандистских месседжей для того чтобы обиливать это прошлое отбей отбеливать его да но разумеется люди начинают момент путать реальность и свои собственные воспоминания с теми значит фильмами прошедшим цветокоррекция которые показывают сегодняшний фильм по советский союз они гораздо более липоватый безвкусные и лживы чем фильмы даже снимавшиеся посетки советском союзе там хотя бы чеческая правда была да там мы были огромное количество тем который поднимать был нельзя только если ты не алексей герман старший вот но по крайней мере конкуренция была выше и и нельзя было допустить такой слащавый и леповатый лжи которую сегодня допускают правду всегда видно там просто кино по большому счету но за исключением и поенокину хотя и там тоже на на человеческих историях фокусирование но появился в один период после вот так называемый оттепель и после вот теперь очень хорошая с акцентом на человеческий история конечно его иванова диет суетует от журавлей это очень хоро но сегодня есть поскольку люди которые занимаются производства логического контента это люди не верящие циники которые просто увлечены распил бюджетов разумеется не верящие не менее не верю не верящие него что и не верующие возможно человек не способен убедительную историю сказать проникновенная пронзительно который бы заразил других людей как не знаю там как из инштейна как динвертов или кто-нибудь из с первой там и волны советского кино авангарда действительно веря в то что это сейчас будет менять мир что они как раз находятся 3 перемен и что мир нуждается частности пропущая сиска перед нуждается в каких-то дикой перед тогда были люди верующие они снимали верящие верующие я не снимали вещи кино которые могли действительно заразить миллионы а сегодняшнее кино но вместо но чем-то может заразить миллион это это гнариев шага вычитать что то есть тоже опять же чисто российское явление или мировое кино вы также туда же отправить ими ну в первую очередь голливуд конечно но это хороший и вот появляется все таки потому что западное кино и или восточное кино как случае скорее для зрителя она не снимается для одного зрителя как у нас она снимается для массового зрителя оно должно резонировать со страстями которые данный момент в обществе людей на душе кипят паразиты которые взяли сначала в каннах значит затупаемые ветвы потом мы взяли соответственно 4 оскара это фильм по большому счету запрошен социально справедливость как раз и поэтому поскольку нельзя признать что у нашей стране социально справедливость гораздо более острая тема чем в америке сейчас пока не станет прицелить обработать ничего не работа вообще у нас как бы случайно групп людей окопавшись во власти за рендом и совершенно и абсолютный отсутствие возможности даже сельгер уже нету для молодых инициативных амбициозных и не слишком принципиальных людей любых людей прорваться куда-то наверх и поэтому у нас рассказывает про проверку а ленту вы поводима меньшова 40 лет спустя видели данность а для того чтобы по поводу почему да 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 мы мы будем бесконечно ояривать на этот сорок лет недавности оскар а в то время как фильм тоже лживый история может быть там ну папа социального живая замечательная игра актеров там и все вот но дело то что паразит это история про то что богатые люди не заслужил богатство часто а люди которые как бы ну а я у людей это же учебах не шанса никакого выручить еще воняет вот про эта история и поскольку имеется европейская и голливудской интеллигентник ногу сказать интеллигенция богема сочувствует так или иначе комплексу из своих неправедных миллионов сочувствует левым идеям всегда вот такие собственно фильмы и побеждают для нашей страны повторюсь в особенности свете пенсионной реформы когда люди сказали сначала умрите пенсии потом тема социальной справедливости и несправедливости и тему узурпирования материальных ресурсов долгами которые никоем случае они не заслуживают этого из вообще случайно дорвались и поэтому так и копались как это происходит в фильме не поняту что говорю про российской федерации как вы с этим и паразит это актуально давайте по это не говорит давайте скажешь это происки запады что это совсем уже все что там зажрались вот эта позиция она же у нас очень распространено что вот эти богачи они этого не заслуживали вот у нас говорят просто еще наворована не знаю наворованы или наворован если если человек богатый значит вор это же слизи совка тоже совкали с одной стороны совка с другой стороны поскольку нас там я бы дальше уровнях глубины истории да но просто это видимо сушки значит повторимся у нас никогда не было страна нас по-настоящему меритократии советские даже годы ну допустим ты зарекомендовав себя как удачный комбайнер ставрополье мог допустим служится генеральный секретарь хомонистической партии но вопрос опять же с поддержкой не поддержки инстанцией сказать это еще нужно разобраться будет поколение спустя возможно но возможности действительно как допустим союна штатах америки вы родившись никем стать всем вот не знаю по форту зоккерберга нас никогда не было всегда это было режим как бы основанный на удержание людей в узде на кормление с руки на надеванием шор как бы ну с народом на себя работали в целом люди как с рабочей скотиной да и нужно было чтобы они еще как бы открыт глаз не поднимали потому что вдруг они узрят перспективу какой-то ни в коем случае этого допустить было нельзя но опять так как любом человеку свойственно все-таки мечтать о перспективе а тут от ушоры как бы а тут того же а тут шпоры на и вообще как бы ни вправо ни лево не вздохнуть не ничего сделать или фрустрированы и тогда конечно богача то что не понимает как богачи стали богачами если я не стал богачом ненависть разумеется к этим людям и тогда желание а вы народник такой народ всегда прав нет я я не народник я просто при примерно могу себе представить что происходит в голове у человека который ничего не имеет никогда не получит у меня ну есть существенная семьи в странской области которые которые но живет на учительскую пенсию например вот и при этом я разумеется мы будучи общительным парнем знаю что происходит в головах там не знаю допустим олигархи в той или иной степени не знаю там у людей там море заплачай кинжалы там есть возможность тоже именно раз подслушать разговор там у либеральной интеллигенции у политехнологов обслуживающих власти тогда то есть в принципе есть возможно если просто интересоваться людьми составить какое-то представление то что происходит но я могу понять как какая каша варится скороварки среднего человека у которого сломался вкус от из этого всего появляется варево вот в виде революции нет наоборот практически безусловной поддержки власти я не думаю что у нас речи это безусловной поддержки власти ну то стихо и но не стопроцентно но нет никаких 70 процентов нет никаких 70 процентов есть какой-то определенный конформизм но не вину в целом загранишь и совершен институция и даже она не нужно было включить рейтинги значит замер рейтингов величие потому что видимо там мы не могли понять как им пересчитать так что выглядел пристойно понимаете вот левада сейчас 35 процентов для поддержки доверия доверия немножко другое там до то же время не вода дает него него не приняла уже назвали так что теперь будет говорить не вода центр дали вода дает то же время 92 процента поддержки этих поправок институции люди понимают что но это это или не понимаешь и такое если бы они понимали что это по инструменту вековечивания путина власти вряд ли бы они это шли на сейчас мы пропишем там как вот-вот будет зарплата вас повышаться у вас будет гарантируем социальный какой-то пакет у вас вот это мы напишем что бог есть как бы это он конечно появится что она честно нельзя гомосеком друг на друге жениться и не дай бог устанавливать детей и так далее вот все мы сейчас пропишем и вы русский народ дышите спокойно вот вас это будет в книженце русскому в принципе за все хороший по все плохого войну ну понимать но поэтому как бы если мы объяснили ребят мы сейчас все что делается дымовая завеса на самом деле что хочет сделать так чтобы никогда не хотите власти в прекрасной форме мать николаевич его возрасте уже страна сердцем и ушел в отставку вонюч прекрасно занимается спортом как уплавает дзюдо то все 5 10 хорошо выглядит хочет быть всегда но что такого с нами как бы не первые не последние всегда приходя власти хоштани остаться навсегда давайте описать чуть-чуть так давайте хоть чуть-чуть но не так все просто как вам кажется так то я я десал за них на счетах боли нашу все разговора вспомнил и вот такую фразу который мне запаловый ну практически стопроцентное правильно цитирование россия проиграл двадцатый век ему вспоминали собираю по он писал только что гагарин и победа которых две такие опорные точки но я вспомнил салзе дитсона причем уважение безусловно к его судьбе тому как его в общем в большей степени словно гражданскому подвигу я не очень люблю такие выспоренные фразы но он заслуживает безусловно этого вот он смотрите он как писатель уже много что осмысливал да как там обустроить россию да он вот человек который не потому что это нужно было не потому что это какая технология он это будущее как нам устроить то есть все среди искал в прошлом для него была модель это россия земств там и так далее так далее да как вообще к этому относится ну во первых это для абсолютно людей неизбежно что ты начинаешь заниматься прожектерством для этого да да то есть занимается прожектерством ты тебя упрекает то что фантаст фантазер значит это все это беспочитный серьезный человек если ты начинаешь предлагать какое-то переустройство так утопическое утопическое да как должно было бы быть чтобы все функционировал правильно справедливо и я совсем отвечен как на западе как на западе разумеется из-за многих веков работы пропаганды ни один вменяемый человек хоть и желающий звучит заручиться электронной поддержкой не может то что немедленно будет оплеван потому что запад уж совсем был написать к власти и за 20 владимировича и и дискредитирован состной пропагандой и и высмеянные и и значит зашельмован и и все что угодно и и демонизирован вот поэтому западный референс нельзя использовать тогда давайте вернемся к золотому веку какому-то гипотетическому того что у нас было все возвращается золотому веку во времена страдающего средневековья люди возвращались к образу античного мира как к золотому веку цивилизации в качестве референса в качестве отправной точки или или какого-то образа который нужно копировать и которому которому нужно как бы вернуться да потому что якобы там несмотря на существо как минимум или рабство или к правильных войн а якобы могут за счет того что было цвет визуальных искусств литературы и студенты и так далее этот образ нужно воспроизводить дальше у нас поскольку очень все равно так иначе ложится он собственно пытается отыскать какой-то референс в нашем с вами прошлом то есть вот тут был там не знаю там после 62 года что-то и у нас хорошее начинало что-то появляться какие-то примеры гражданской ответственности но это было конечно очень сцепливо сделано чтобы не сгонтовал с одной стороны народа за быстро не сгонтовал с как бы дворянство нужно было вот так как это провести уже многие же идеализирует вот дореволюционную россию поклонской и кончая вот смотрите вот вы теперь немножко глуховском смотрите москва что говорю москва и москва это у войнович у вас метро метро 233 метод 234 метро 2035 да это антиутопия да во первых прошло сколько времени довольно много времени после 20 лет 20 но вышла 15 назад но как вы считаете сбудется уже скоро зайти в нового то что это там не идет про ядерную войну это так достаточно условно допущение речи то что даже после конца света или ничего не учатся вот уже случилась ядерная война вот уже мир никакого не осталось мы забились стан на станции метро станции метро это и музейно-дворцовые пространство консервирующие на шесткое прошлое и там же воспроизводимы с производим бесконечно модели прошлого она нет но метро 2335 это сегодня это не право завтра ни в коем случае это поняв любая тренды которые сегодня тревожны мы их немножко доводим до гротеска да и обсуждаем то что мы в большей степени то что написалось в конце 90 годов книжка первый вариант вышел по интернете защита 2000 году где уже все политические люди были сделаны и и все метафоры мы были придуманы и так далее и речка шла прежде всего про то что люди в отсутствие представления будущем бесконечно муссирует образы из прошлого которые обанкротились уже про себя дискредитировали но книжка все-таки там я писал не буду снова год я считаю что неплохо справился вот мы как бы мы краша грейт и ген америка грейт и ген джерма не играет и ген предлагает нам аф-д и так далее так далее так далее как бы люди бесконечно в этом как бы оплатит конечно честно мнение не принять на генялись просто у меня был хорошие университетское образование значит история с по американским учебникам я изучал вот и это просто то что значит неизбежно это думал а если сегодня вам бы сказали написать но 30 уже не интересно поскольку это скоро до 2050 чтобы написать в каком жанре утопия антиутопии но реализм прогноз чтобы написали и как вообще представляете себе вот там в россии через 30 лет я думаю что знаете чтобы стал уж начал жить хуже история в том что мы как бы у нас чуть-чуть время становилось то что кое-кто руками стрелки курант придерживает и поэтому особенно за исключением ютюба не появляется никакое молодое племя и и поэтому в телевизоре вечный стоп-кадр как бы у нас понимаете и поэтому вроде бы не холодно но лет не тает при этом и так далее но эти люди не избежно умрут от старости если не будет никакого форс-мажора то они так иначе вот этими методиками власть продолжит удерживать если не происходит резкого падения ввп бакс кризиса и люди интересе свои деньги то мы лицом готовы к тому что жизнь у так хуже 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 они потушите к писая затягивать и затягивать и затягивать затягивать а когда кружки они шилом проделать и новую дырочку на поясе и затягивать счет уже даже задохнуться может нет ну как бы когда тебя стянуто желудок это резекцию фоке своеобразные зато чувство голуби так ощущается остает не только чтоб парки не спадали чтобы еще и желтки не было так они не у нее не гулял таскливый ветер вот но рано или поздно как бы состоит того чтобы поймут что вот это вот по псевдо советский союз и графический авторитаризм который у нас есть он себе черпал и и и когда владелочь просто будет вынужден по медицинским показаниям оставить свою руководящую управляющие вот тогда что начнет происходить то что второе поколение это конечно поколение гораздо мне кажется менее хищная и гораздо менее вообще не советская чем это поколение то сейчас находится власти путин и и как бы вот все люди стоящие в одном строю начинаем начинается построение на линейках высшей школе кгб и заканчивая шашлыками на кавка против озера у озера на берегу этого озера то есть эти люди так или иначе состарятся и как произошло с доном карлиона однажды играя со своим внуком на лужайке клюнут носом вот и в этот момент и другие люди которые как не тратить хотя бы понимают с тем что они еще не старенькие и множество таки в будущем в этот момент при уже их дети ну дети 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 они малахольные вылететь детей так сидите не то не все не рвнемятся вот эти конечно орлы 90-х они в них такой жизненный запал была мотивация и вот это ощущение что можно все урвать это вот эти люди как которые которые на ощущение можно все урвать понимаете так вникли в эту историю с урванием что урвают урвают урвали я вам назначаю свидание за этим столом 2050 году я договорюсь 30 да да опасно что бегать и занимать спортом и садового программа двигаться до встречи